добрый добрый день спасибо большое за возможность выступить здесь я могу только сказать здравствуйте по-русски я приехал из будапешта и я работаю в университете семеразе и работают на компанию 3d хистек мы интересуемся к молекулярной диагностикой основой этого интереса является наша практика я работаю над этим и в прошлом работал более активно что касается патологии особенно в области молекулярной патологии наша ежедневная работа связана с инжинирингом я имею ввиду что мы работаем с пока что вручную или мозгами однако мы развиваем технологии которые позволяют производить изображение создавать регистры изображений для того чтобы освободить наш мозг для другой работ и хранить огромные объемы информации для того чтобы возвращаться к ним снова и снова для подготовки наших докладов отчетов и для научной работы однако я хотел бы поговорить о патологии о молекулярной патологии построение изображений молекулярной патологии очень часто это делаете занимаются биологи так что это сложные вопросы чаще и чаще это встречается с нашей работе нам необходимо поставить первичный диагноз но молекулярная визуализация построение изменений в молекулярных структурах встречается все чаще и чаще но тем не менее все делается на базе простых основ рудиментарных я бы даже сказал и оцифровывание фиш анализа и других типов анализа все это может привести к новым прорывам мы разработали новый цифровой микроскоп мы начали эту работу 20 лет назад мы начали с подборки столбцов биопсии мы смотрели на препараты нам нужно было сделать оцифровку препаратов затем мы смогли определить зоны нашего интереса и выразить в количественном отношении эти изменения которые происходят в тех зонах которые нас интересовали затем выяснилось что фиш визуализация может и флуоресценция может быть самым интересным для нас это очень сложная работа первое применение цифровых технологий стало случилось в имя флуоресценции мы можем смотреть это в синем зеленом или в красном каналах цифровой микроскоп базируется на оптическом микроскопе видно вы видите улучшение по сравнению с оптическим микроскопом вы видите как визуализация улучшается это три типа изображения мы можем сделать традиционная с повышением контраста и черно-белое изображение с повышенным контрастом цифровой микроскоп как мне кажется предлагает вам больше возможностей для работы и это включает различные препараты и и способы подсчета баллов кроме того а он позволяет работать с флуоресценцией и технологиями флуоресценции например у вас секция 5 квадратных миллиметров и вы можете рассмотреть ее и определите расстояние между различными образованиями увидите что может происходить скодирование различных уровнях а затем соединение этих уровней в одну картинку которая будет выглядеть вот таким образом однако результаты не всегда такие хорошие не такие четкие потому что повстречаются шумы встречаются более затемненные области может быть и другие трудности и поэтому нам нужно продолжить было продолжать работать над микроскопом но цифровой микроскоп позволяет работать и дальше мы можем сделать течение до 12 микро микрометров как вы видите картинки могут быть очень темно изначально а мы можем с помощью нашего цифрового микроскопа улучшить это изображение конечно же использование оптического обычного микроскопа не может позволить сделать такую как я уже говорил сегодня мы мы сегодня делаем разрезы 35 микрометров и это то что мы получаем информация в оптическом микроскопе представляется вот такой но мы можем улучшить качество вы видите более четкую картинку то же самое вы видите здесь в флуоресцентном микроскопе вы видите засвеченные зеленые синие области которые накладываются друг на друга и опять в конфокальном микроскопе изображение значительно более четкое мы считаем что это лучше чем оптический микроскоп что препараты в оптическом микроскопе при изучении препаратов в оптическом микроскопе необходимо работать в затемненном помещении однако конфокальный микроскоп решает эту проблему можно работать в любом помещении и еще один момент касающийся конфокального микроскопа это препарат который мы рассмотрим мы можем рассматривать разделить препарат на несколько разрезов от 5 микрометров до нескольких нанометров для того чтобы построить четкие изображения можем выяснить количественные характеристики препарата здесь вы видите последовательность конфокальных слоев вплоть до нижнего края препарата для того чтобы визуализировать и количественно измерить как это было сделано вы видите у вас цифровое изображение препарата здесь что у меня будет работать сейчас почему-то не хочет работать да прошу прощения вернемся назад мы можем построить 3d модели ядра мы видим и расстояние между элементами в ядре проблема заключается в том что если мы посмотрим на традиционный микроскоп все все слои соединяются друг с другом мы не можем их разделить конфокальный микроскоп решает эту проблему у нас есть разделение происходит разделение между слоями это не такая простая задача представьте себе мы работаем с размерами 500 300 500 нанометров и до 2 3 миллиметров раньше верхняя схема представляет собой то как конфокальная технология изначально исполнилась и фокусная фокусное расстояние было другим но в таком случае можно видеть только общую картину а другие фокальные точки оказывались вне окуляра микроскопа таким образом высвечивалась только одна секция но для гистологии этого недостаточно это очень сложное и следующее поколение конфокальных сканеров будет использовать новую технологию которая позволяет расширить фокусная область на более широкую область это принцип нибко который был разработан в россии однако мы пошли немножко дальше мы использовали иллюминацию структур вместе с автоматическими технологиями флоренсценции мы речь идет и о расширении оптического изображения примерно 25 микрометров на пиксель мы хотели бы получить более высокое разрешение и оперировать такими величинами как 150 нанометров поэтому мы разработали систему которая позволяет работать над целым на всем спектром и вы видите здесь освещение в флуоресцентных микроскопах использовались ртутные лампы или оптические фильтры но теперь мы используем лазеры которые позволяют нам построить использовать маркирование различными цветами мы используем эти технологии люминесценции у нас есть более 60 лазеров которые могут быть установлены в наш конфокальный сканер которые производятся различными компаниями это те технологии которые мы используем сейчас мы хотим использовать высокое разрешение многоканальный сканер использование автоматизации мерсии также использование предпросмотра темных полей увеличение использования спиннингового диска и увеличение разрешения большего чем позволяет любой оптический микроскоп конечно же мы хотим увеличить скорость сканирования также получить изображение фоновое изображение по каждому слою до 100 фокусных пластин мы старались построить такую систему которая позволила бы совместить множество сложных изобретений в простой форме у нас нам не нужна теперь темное помещение вы можете работать с этим микроскопом в обычном помещении в котором вы проводите свои исследования вы можете просто положить материал в сканер это флуоресцентный конфокальный сканер но появились новые возможности три различных режима сканирования которые совмещают и широкополосную микроскопию и флуоресцентную микроскопию поэтому мы можем мы совмещаем различные технологии улучшая их это все мы пропустим посмотрим как это работает и так здесь мы видим мозг изображение мозга различные молекулы должно работать чтобы я показал вам как мы это перемещаем затем это у нас видео можете кликнуть чтобы у нас заработало нет к сожалению да ну проблема но здесь мы видим различные обозначения участков синим красным высокое разрешение и затем мы экспортируем изображение можно это использовать при работе с документами также анализ изображения в трехмерном выражении шесть слайдов шесть разделов которые мы реконструируем и я думаю что это уникальная вещь у вас может быть разная разметка например зеленым цветом или фиолетовым и вы можете это сделать благодаря микроскопу также подключая свой мобильный телефон и можете сделать это из домашнего офиса также но конечно же не просто о железе мы говорим когда разрабатываем изображение потому что конечно здесь нужна и компенсация фона мы убираем какой-то посторонний шум и также нам необходимо отразить все различные маленькие детали на изображении чтобы была правильная разметка на различных слайдах то есть не просто двухуровневая разметка а может быть и шесть семь различных уровней то есть разные разделы разметки и такие образцы которые вы видите вот так мы проводим анализ изображений разные каналы они разделены и тут мы видим разные пиксели в картинках в изображениях и вы можете таким образом обозначить интенсивность все собираем вместе автофлуоресцентная картинка у нас получается проводим оптимизацию вот так более детальное изображение можем приблизить отфильтровать какие-то посторонние шумы и это мы сделаем в оптическом микроскопе важно что на слайде мы используем необходимые цвета необходимые чернила и здесь в лаборатории такой сканер может использоваться для получения цифровых изображений и также вы можете это получить на экран своего компьютера своего офиса и так что касается анализа изображения мы должны сосредоточить внимание на структуре и на цифрах количестве изображений которые мы получаем итак здесь мы видим классификацию и анализ фиш работаем с цифровыми слайдами и это позволяет нам провести более детальную оценку чем в традиционном микроскопе то есть в различных микроскопах фиш мы получаем необходимую разметку для диагностики и таким образом мы можем работать максимум с двумя стами слайдами и мы видим что на слайдах мы сканируем и по разным размерам по разным масштабам для целей морфологии и после сегментации этих ядер они помещаются в такую галерею классификацию помещается разметка и вы можете отфильтровать по разным параметрам например по количеству каких-то пунктов по количеству изменений все это можно проверить подробно посмотреть что-то можно изъять из своих расчетов и таким образом молекулярный диагноз ставится более четко и результат основывается на вот подобных фильтрах интерактивная работа после сканирования вы видите что могут вам ассистенты в этом пока помогать и с точки зрения определения различных пунктов и единиц таким образом вы можете оценить различную степень гетерогенности изображений вот каким образом выглядит данное определение изменений и у вас есть ваши слайды и есть видео то есть все разметки вся цветовая гамма сохранена видите представляет собой такую галерею интересно видеть что эти цифровые слайды основаны на анализе фиш и сейчас они очень активно развиваются по всему миру с точки зрения изображения его анализа то есть оптические традиционные сканеры и микроскопы постепенно уходят в прошлое потому что здесь у нас мы видим совершенно другую цветовую картину итак сколько же слайдов мы можем здесь оценить разные категории в зависимости от разных систем оценки разное количество изменений в хромосомах да сейчас продолжим и для других проб можно использовать другую разметку другие алгоритмы другую работу со слайдами и таким образом проводится общая оценка и есть различные вторичные методы инструменты измерения которые также могут применяться и составляется отчет по результатам данной работы итак да время идет остается не так много и это безусловно подходит для проведения исследований и после нашего первого успеха мы поняли что другие коллеги другие лаборатории тоже хотят получить это и поэтому мы основали компанию и сейчас мы производим огромное количество различных сканеров которые работают с огромным количеством слайдов у нас 15 лет опыта и мы рады сотрудничать с Россией спасибо вам большое за внимание я хотела бы спросить вас на английском большое спасибо за вашу презентацию я думаю что вы показали нам готовую обстановку с высоким разрешением и вы до этого говорили о недостатках анализа например очень тяжелые слайды мы сегодня об этом упоминали в наших дискуссиях итак вот то что вы предлагаете схема этой работы здесь больше объем здесь больше размер конечных изображений или это такой же размер как и в традиционном масштабе 5 гигабайт хороший вопрос на самом деле мультифокальный слайд несколько весит несколько гигабайт да может быть и то есть получается примерно сопоставимый да решение которое мы предлагаем сейчас вот в последнее время сейчас растет возможность хранения с этого года мы различные серверы компьютеры устанавливаем с необходимой с необходимым масштабом жестких дисков потому что конечно нам нужно в фокальных плоскостях чтобы были изображения с высоким изражением не изображением с высоким разрешением но время работает на нас и возможности по хранению расширяются и небольшой второй вопрос вот то что вы предлагаете это схема работы необходима ли другая подготовка образцов или это соответствует традиционным методам вот при фиш анализе такой же но я хотела бы упомянуть для разметки фиш мы используем 6 разных разделов то есть где-то от 10 до 8 до 10 миллиметров это ядро конечно можно немного менять разметку но мы должны обеспечивать обязательно целостность этого ядра большое спасибо 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 recom спасибо aan спасибо